Теперь я кратенько расскажу еще два способа. Начну с способа, который называется метод последовательного приближения. Между прочим, он замечательный, потому что в отличие вот такого абстрактного разговора, что это система, давайте ее решать, он дает некоторый метод на компьютере довольно быстро найти эти самые потенциалы. Вернее, как, систему линейного уравнения на компьютере, в принципе, тоже решительная проблема. Но способ такой, способ последовательных приближений. Представьте себе, что у нас есть такая вот электричность. Мы знаем, что здесь потенциал должен быть 0, мы знаем, что это мы знаем. Но при этом... И, кстати, это не обязательно так, ребята, не обязательно здесь... Можно было, что здесь скажем, 1, а здесь 28, а вот здесь мы потребуем, чтобы еще чего-то бывает. Просто у нас есть несколько узлов, к которым мы приписали значение потенциалов, а хотим выяснить потенциалы во всех остальных узлах. То есть дело не в конкретных числах. Метод последовательных приближений состоит в следующем. Берем произвольную решение потенциалов, которые мы не знаем. Ну, например, ту же самую решение Ж. И напишем в ней закон, я не поленюсь сейчас, это действительно сделать. Поехали. Фи, Ж, минус, и С умножить на... Давайте я в термин проводимость буду писать. Проводимость из точки С в точку Ж. Плюс, это я написал точку С. Точка Ж, проводимость из точки Ж в точку Ж. Да, считаю, что проводимость у нас симметричная. Значит, здесь надо взять Фи, Ж, минус потенциал точки Ж. И еще одно слагаемое, это точка Ф. И здесь будет тоже самое разность потенциалов. Разность потенциалов. Вот, по закону Киркоффа здесь должен быть 0. Ну, господа, вообще-то, скорее всего, не будет. Потому что, если вначале мы знали несколько потенциалов, а другие не знали, то... А давайте договоримся так. А мы вначале припишем всем точку самый, ну, например, маленький из потенциалов, какой вообще есть, да? То есть, вначале здесь вот единицы, а всем остальным припишем нули. И в таком случае, конечно, здесь, скорее всего, будет не 0. Но мы способны отнестись к этому равенству как к уравнению на потенциал точки Ж. Очень просто. Если раскрыть скобки, то здесь будут проводимости в количестве трех штук. А здесь будут С, Ж умножить на Фи, С. Значит, здесь будет умножить на Фи, Ж, Т. И, наконец, вот так его умножить на Фи, С, Р. Вот, господа, я получил явную формулу, почему-то очень простую, по которой я могу высчитать потенциал Ж. Правда, это все равно неправильная тема. Потому что вообще-то соседки, мы же не знаем, как они там, и более того, если так вот начать с того, чтобы все положить равными нулю и здесь посчитать, то мы опять 0 получим, да? Вот, но я сейчас делаю так. Я буду, произволь, выбирать на моей картинке любую вершину и применять для нее такого типа формулы. Потом любую другую, потом и... И так я буду делать в любом порядке, только, внимание, следя за тем, чтобы в любую вершину я рано или поздно обязательно вернусь, причем не один раз я бы там был, а бесконечное количество раз. Значит, итак... Итак, в чем состоит метод последовательного приближения? В произвольном порядке выписываем вот эти буквы, следя только за ним, чтобы каждая буква, бесконечное число раз встретилось. Понятно, да? И, ну, читаем слева направо, как только доходим до очередной буквы, но для этого не уже, то применяем вот эту формулу. То есть эти потенциалы не меняем, а в этой точке устанавливаем вот такой вот потенциал. Потом следующий букв, потом следующий, следующий, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, оказывается, что в пределе я получу действительно правильное распределение потенциалов. Как и странно, это очень хорошо доказывается. Смотрите. Видите, во-первых, всегда у меня во время моей работы, когда я буду вычислять вот это выражение, оно будет больше или равно. То есть я буду насильно, не знаю, в прямом времени есть такой значок, насильно вместо этого потенциала ставить этот, но вообще-то у меня будет всегда меньше или равно, по ходу дела. Объясняю почему. Потому что вначале так было. Согласны? Вначале, когда я сказал, что пусть эти потенциалы единицы, а этот потенциал ноль, а в общем случае я все точки, про которые я не знал, все точки я объявил, что их потенциал это наименьший из заданных потенциалов. Понятно? Раз наименьший, значит, меньше не бывает. То, что вот это у них там совсем взвешенное среднее. Понимаете смысл? Вот эти числа проводимости, это неотрицательные числа. Когда я умножаю на коэффициент и складываю, то среднее архитектическое трех чисел, это если все они одинаковые, а если какой-нибудь из них может быть побольше, то важно, что любое такое выражение, оно не больше максимального из этих. То есть, в начальный момент, когда я все эти штуки сказал, что пусть потенциалы будут равны нулю, всем он приписал нулевой потенциал, то у меня для любого узла у его соседей вот такого типа выражения было больше или равно, чем этот узел. Почему? Потому что там, где нули, ну просто ноль больше или равен нуля. А там, где соседствуешь с единичкой, просто из-за того, что единица больше нуля. Так, это поняли? То есть, в любом узле такое выражение изначально оно меньше. Теперь, что происходит, когда мы делаем очередной шажок? Очень просто. В самой этой вершине после сделанной нами операции получается просто равенство. Ну, в равенстве есть равенство. А во всех остальных вершинах, которые должны быть меньше или равны, у нас что произошло? У нас в этой вершине чуть-чуть подросло значение. Ну, если раньше в каком-нибудь вершине значение было меньше или равно, чем то, которое получается по нашей формуле, то когда вот это увеличилось, стало еще меньше. В общем, господа, во всех вершинах все время будет выполняться такой замечательный факт. Когда мы будем по этой формуле подсчитывать выражение, то мы будем получать то, что там есть, или чуть больше. Так, вот, конечно, очень важный вопрос. Я уже совсем потерял связь со слушателем? Или все-таки вы еще что-то понимаете? Давайте голосование. Кто понимает слово потенциал? Просто да, потенциал. Отлично, спасибо. Кто понимает слово силу тока? Ага, уже хорошо. Уже хорошо, спасибо. Кто знает, что Киргов это фамилия? Отлично. Уже близко. Замечательно. Кто понимает закон Киргов? Закон Киргова, что в точку, сколько втекает, сколько втекает. Ага, спасибо. Так, до этого дожили. Теперь дальше. Кто понимает смысл слова метод последовательных приближений? Ага, вот с этим уже будет. Давайте тогда два слова объясним. Значит, господа, вообще-то, когда вы решаете какую-то задачу, то очень часто при компьютерных вычислениях вам на самом деле интересно знать ответ с какой-то точностью. и если вы сумели запустить процедуру, которая находит все более и более и более точные значения, то очень часто оказывается, что вам ничего другого и не надо. Потому что вот эти вот сложные формулы из школьного учебника или даже из институтского учебника, они очень часто совершенно неинтересны, когда вы уже учислены ответы. Потому что все равно и по этим точным формулам все равно считать надо. Понимаете, да? И когда вы запускаете какую-то процедуру, которая дает все точнее и точнее, то есть достаточно, что подошли к этому отцу. Ну, например, есть такая знаменитая штука для извлечения квадратного корня. Вот если вы хотите извлечь квадратный корень из какого-то числа а, то можно сделать очень просто. Первым членом в последовательности взять более-менее любое положительное число, например, единица. А каждый следующий член вычисляет по такой формуле. Надо взять предыдущего, надо взять среднеарифметическое предыдущего и обратно. Посчитайте сами на калькуляторе и вы обнаружите, что этот процесс очень быстро сходится. Можете посмотреть, была на Маломахмате в свое время лекция такая, метод касательных Ньютона. Это тоже метод последовательных приближений. Я не могу сейчас подробно об этом говорить, но огромное количество есть математиков и методов приближений, которые дают. Теперь, что мы делаем здесь? Очень простой процесс. Понимаете, в любом порядке идем по вершине. Это понятно? По тем вершина, потенциалов, которых мы хотим найти. каждый раз, приходя в вершину, ну, например, придя в вершину ЖЭ, мы смотрим, какой закон Киркоффа там должен пополняться. Там должен пополняться некий закон. Вот он, выписан. И смотрим, соответственно, какой там должна быть величина. Вот должна быть величина, вот такая. Выражение должно быть такое. я сейчас говорю, что процедура состоит в том, что мы берем и просто насильно говорим. Поместим туда вот такой потенциал. Оказывается, мы при этом его увеличим. Ну, то есть, либо не изменим, либо увеличим. По еще и в следующий решение. Опять-таки, оказывается, мы его либо не изменим, либо увеличим. И так они будут все увеличиваться, но при этом, вы помните, больше единицы они никогда не станут. Это понятно, почему. Если все вот эти числа были не больше единицы, то и вот это выражение будет тоже не больше единицы, естественно. Для того, чтобы доказать, что этот метод работает, надо всего лишь понять такую вещь. В начале у нас была куча нулей и там несколько единиц. Ну, или в общем случае у нас был минимальный потенциал и еще какие-то больше. И было выполнено такое условие в любой вершине, если вы посчитаете вот такую сумму, она будет больше или равна, чем. Потому что мы в качестве потенциала во все неизвестные вершины поставили минимальный потенциал, а минимальный, естественно, меньше всего остального. Значит, в начале так было. Теперь, почему вот этот вот закон будет всегда верен во время наших подчислений. Да просто потому, что когда вы смотрите на вершину и в ней только что провели замену, потенциал заменили на вот это выражение, то там стала точная равенность. Но если равенность, значит, и меньше, и равно, и то же. А если вы смотрите на любую другую вершину, где раньше потенциал был меньше или равен взвешенной суммы соседей, то от того, что один из соседей увеличился, этот потенциал стал бы еще меньше, был меньше, увеличилось здесь, но он тем более меньше. В общем, все, это понятно. Теперь вопрос, а почему же в пределе мы получим то, что надо? Здесь я упираюсь в одну теорему изнательства. Так я ее безусловно не буду объяснять, потому что это что-то отдельная штука, называется теорема верш-трасса. Любая возрастающая ограниченная сверху последовательность стремится к пределам. Ну, ребята, просто наступки не по теме сегодняшней лекции, понятно, мы сейчас о вероятности будем говорить, да, и так далее, и так далее, а в электрических степях, вот, просто есть такой факт из математического анализа. Примерно объяснить, как он получает, я могу. Дело в том, что вообще-то у нас речь идет о числах от нуля до единицы, у нас все, все у нас потенциалы от нуля до единицы, да? Что значит потенциал увеличивается? Ну, потенциал был какой-то, я не знаю, 0 целых, не знаю, там, 3, 0, 8, там, не знаю, 8, 5, были какие-то цифры. Что значит увеличилось? Ну, это значит, что число стало больше. Ну, отлично. Но вы понимаете, что первая цифра после запятой не сможет бесконечно много раз стать больше? Замечательно. Значит, если оно, то есть, число постепенно увеличивается, рано или поздно первая цифра после запятой зафиксируется. Отлично. Причем навсегда. После этого смотрим на вторую цифру после запятой. Она тоже может несколько раз подскочить, но, извините, слишком много не подскачет, потому что у нее все варианты тысячи. Значит, рано или поздно вторая цифра после запятой тоже зафиксируется и уже тоже навсегда. Рано или поздно третья цифра зафиксируется и так далее. Вот это и будет придерживаться. То есть, в принципе, если посмотреть на десятичные дроби, то вот эта теоремия Гейштраса она более-менее понятна. Итак, что у нас есть? У нас вот эта процедура в каждой вершине иногда увеличивает потенциал. Потенциалы денисы. Значит, обязательно будут пределы. Давайте эти пределы обозначим. Вот, будет предел в точке B. Давайте его обозначим к Си в точке B. Будет предел в этой точке к Си в точке H. Вот этот предел. Я еще не знаю, это потенциалы, непотенциалы, но какие-то пределы будут. В каждой точке есть свой предел. Я знаю, что все эти числа больше или равны нуля, я знаю, что они все меньше или равны единице, и я знаю, что все время делаются такие штуки. Да, замечательно. И вот, ребята, я дождусь того момента, когда во всех этих вершинах у меня будут написаны эти самые числа, и они будут отличаться от предела меньше, чем на какую-то маленькую-маленькую величину. Понятно, о чем я говорю? И тогда произойдет замечательная вещь. Смотрите, что значит у меня здесь вот делается операция, и при этом меняется мало. Как это записать? А очень просто записать. Я вместо вот этого фи напишу следующую штуку. Я его запишу как ПСИ в этой вершине, минус какое-то маленькое-маленькое число, которое я буду обозначать эпсилон ХВ. И я могу сделать, чтобы все эти эпсилоны были, правда, маленькие. Ну, например, это меньше 1 миллиард. И сейчас давайте посмотрим. У меня уже не меньше или равно, а у меня уже формула. Давайте посмотрим, что происходит в тот момент, когда я делаю очередную операцию. После того, как я сделал очередную операцию, это равенство стало верно в точности. Замечательно. Оно стало в точности верно. При этом, я напоминаю, как я обозначил каждую фишку. Я обозначил ее ПСИ минус эпсилон. Значит, я могу прямо так и написать. ПСИ в точке G минус маленькое-маленькое число. Это и есть. Так, сейчас я вот эту штуку перепишу. Сначала с ПСИшками, потом с эпсилонами. Все будет просто. ССЖТ ПСИЦТ плюс СЖТ ПСИЖТ плюс СФЖТ ПСИФТ разделить на, значит, эту самую сумму проводимости. И теперь минус то же самое, только где написаны везде эпсилон. То есть написаны очень маленькие числа. Очень маленькие числа. Значит, здесь СФЖТ, эпсилон ФТ и разделить на сумму проводимости. Так, и СЖТ, ЭПЖТ. Теперь смотрите, что есть. Вот это число очень маленькое. Я могу сделать, подождав, чрезвычайно маленькое. Эти числа маленькие, значит, если я перенесу вот это налево, а вот это перенесу направо, то я обнаружу потрясающую речь. Слева у меня некоторое фиксированное выражение. Вот эти ПСИшки, это пределы. А справа у меня эти фиксированные. Маленькие, маленькие, маленькие числа. Что сейчас произнесло? Просто подстановка. Везде вместо ФИ я написал, как вот этот предел, минус маленькая величина. Когда я перенесу эпсилоны, я перенесу это сюда, то выяснится в левой части постоянная величина, а справа что-то, которое можно сделать сколь угодно маленькое. Так это означает, что в пределе вот это число в точности равно, потому что эти эпсилоны, они же не могут, если они равны постоянному числу, то выражение их просто равно 0. Все. Я считаю, что это я объяснил. Это был второй способ доказательства существования потенциалов. Третий способ, я расскажу совсем коротко, называется метод Монтхарна. Идея там такая. Если вы представите себе, что находясь в некоторой вершине, вы вот с такой вероятностью проводимости вот этого ребра, или это сумма проводимости, идете сюда, а с вероятностью проводимости этого ребра, или это сумма, идете сюда, а с вероятностью проводимости этого ребра, или это сумма, идете сюда, то у вас получается процесс случайного нуждания. Понятно? Уже начинаете чувствовать связь с тем, что было? Вы можете в вершину поставить человечка и сказать, что когда он дошел до какой-то там вершины, то после этого он смотрит проводимости всех ребер, которые из этой вершины выходят, считает их сумму, и дальше с вероятностью, повторяю, проводимость ребра, делить на сумму всех проводимости ребра, конечно, идете туда, идете туда, и мы получаем процесс, и после этого потенциал. Ради чего вся эта наука делается? Сейчас потенциал как раз равен вероятности сначала дойти до вот этих точек, а не до этой точки. Ребята, вспомните в самом начале, что у нас было. У нас там была такая прямая, и там точки 0, 1, 2, n. И представьте себе, что в точке n подведен потенциал 1, а в точке 0 подведен потенциал 0. Понятно, о чем я говорю? Тогда вот эти самые вероятности, которые мы там нашли, это были кто? А? Это были потенциалы. Получается, что задача случайного нуждания и задача потенциала на самом деле одна и та же задача. Теперь, на самом деле, пора переходить к серьезному делу. Значит, ребят, я сейчас делаю две вещи. Я должен сейчас доказать одну теорему, которая с точки зрения физики абсолютно очевидна. Теорема звучит так. Если вы в сети какое-то сопротивление уменьшаете, то от этого общее сопротивление не может уменьшиться. Любой физик прекрасно понимает, что если вы перерезали какой-нибудь провод, то от этого току лучше не будет. Так вот, все-таки, поскольку я сейчас занимаюсь математикой, я должен это доказать. Между прочим, заодно я получу вещь, которая вполне интересна с точки зрения физики. Я получу, что, оказывается, есть такое понятие, как теплота, выделяемая в электрической цепи. Работа, которая совершает ток, которая по ней движется. Это чисто физическая штука, которую желательно суметь сделать математически. А теперь вопрос. Зачем я это сделаю? А затем, что мне потребуется для того, чтобы доказать теорему Пойген, вычислять сопротивление между точками. Продолжение следует...